Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. Я Екатерина Кашутчик. И прямо сейчас коротко о главной теме дня. Остался дома один, вышел на балкон и забрался на кресло. Пятилетний мальчик упал с высоты восьмого этажа и остался жив. Я надеюсь, он будет сотрудничать и сдаст всех, кто его прикрывал. Главу фонда капитального ремонта задержали при получении крупной взятки. Исследователи подозревают, что этот эпизод был не единственным. Пострадавшим предлагают обращаться в Следственный комитет. В Красноярск пришли настоящее лето, солнце, жара. На второй неделе июня синоптики прогнозируют повышение температуры до 33 градусов и почти ежедневные осадки. Сегодняшний плюс 31 – это еще не предел. В гидромедцентре дали прогноз погоды на неделю, а в Роспотребнадзоре советы, как пережить аномальную жару. Лето в Сибири настолько короткое, что хочется по максимуму наполнить его яркими эмоциями, настроением больше времени проводить на улице. Два берега и четыре яркие набережные. Проект «Яркий берега» стартовал на этих выходных. Первые впечатления красноярцев в репортаже нашего корреспондента. Пятилетний мальчик выпал с балкона восьмого этажа в микрорайоне «Солнечный». Ребенок выжил с различными травмами, его доставили в больницу. Как рассказали следователи, все произошло сегодня около 10 часов утра. Мать пятилетнего мальчика ушла в отделение социального фонда, пока ребенок спал. 11-летняя дочь женщины ночевала в этот момент у бабушки, а сожитель был на работе. Ребенок остался дома один. Проснувшись, он самостоятельно открыл балконную дверь, вышел на балкон, забрался на кресло и выпал в одну из незастекленных створок рамы с высоты восьмого этажа. Мальчик выжил. Известно, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции. Правоохранители просят родителей не оставлять детей без присмотра даже на короткое время и ограничивать доступ к окнам и балконам. Сейчас полицейские исследователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Красноярске сгорел пункт ГИБДД. Все произошло сегодня ночью на МРЧК 53Г. Возгорание было на втором этаже здания. Огонь тушили 36 человек и 13 спецмашин. По предварительной информации, причина пожара – короткое замыкание проводки. Пострадавших и погибших нет. В МВД также отметили, что документы и бланки огонь не повредил. Пока пункт ГИБДД не работает, регистрировать транспорт и получать удостоверение можно по адресам Истинска 47, строение 21, Кутузова 1, строение 85 и проспект Металругов 1, Камна. А также в Девногорске на улице Бориса Полевого 17А. На коммунальном мосту начали делать деформационные швы. Как рассказали в мэрии, работы будут проходить в основном ночью. Специалисты заполнят мастикой стыковку между асфальтом и металлическими швами. В это время автомобилистам нужно будет двигаться по мосту со скоростью не более 20 км в час. На работу уйдет около месяца. Также сегодня дорожники начали ремонтировать мосты на Аперенсона, Мичурино и Брянское 280 и 140. Работы будут идти с 8 утра и до 9 вечера с ограничениями по полосам. Специалисты просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. В Красноярске арестован руководитель фонда капитального ремонта Михаил Попелышев. Его поймали с поличным при получении взятки в 5 миллионов рублей. По версии следствия, за эти деньги Попелышев обещал снабжать предпринимателя заказами и не придираться при приемке работ. Силовики считают, что это, возможно, не первый подобный эпизод. Пострадавшим от действий директора фонда капремонта предлагают обращаться в Следственный комитет. О новом коррупционном скандале прямо сейчас расскажет Виталий Поляков. Плохо они ремонтировали, потому что все стучали, все текло, у всех электрика и все сломалось. Так оценивает капитальный ремонт крыши жительница 60 лет октября 83. Его закончили делать в 2019. Сейчас в этом же доме рабочие выполняют обновление фасада и люди ждут подвоха. Потому что репутация фонда капитального ремонта в Красноярске вполне определенная. Слишком много примеров, когда после его работы стало хуже. В последнее время, казалось, организация наладила работу, но тут новый удар. Директор фонда Михаил Попелышев задержан с поличным при получении взятки. Директор фонда предложил знакомому руководителю коммерческой организации в сфере строительства за денежное вознаграждение в размере 12 миллионов рублей осуществлять покровительство его деятельности со стороны фонда, обеспечивать его фирме регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ на территории Красноярского края в качестве подрядчика, а также решать вопросы по принятию выполненных работ в ненадлежащем качестве. Попелышев успел получить 6,5 миллионов рублей двумя траншами. Еще 5,5 предприниматель должен был передать ему позже, считают силовики. Сейчас уже бывший руководитель фонда капремонта арестован на два месяца. После того, как его дело прогремело на всю страну, в Рио губернатора края отправил его в отставку. Для края решение нетипичное. При прежнем губернаторе фигуранты уголовных дел преспокойно сохраняли руководящие должности и даже министерские кресла. Поручил правительству края подготовить решение об отстранении от должности руководителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Также распорядился ускорить рассмотрение представления прокуратуры, указывающего на серьезные недостатки в работе фонда. Поручил подобрать новую кандидатуру для руководства фондом и организации качественного капитального ремонта домов. Но поскольку решения суда еще нет, считать Попелышева виновным в получении взятки рано. При этом следователи публикуют кадры обыска в особняке обвиняемого, чтобы сомнений было поменьше. Здесь и большие суммы денег, валюта, драгоценности, украшения, винный шкаф, дорогое убранство. Впрочем, краевой депутат Александр Глесков говорит, никогда не сомневался, что Попелышев коррупционер. Я надеюсь, он будет сотрудничать и сдаст всех, кто его прикрывал вот и здесь, в кабинетах, в исполнительной власти, в муниципалитетах, и подрядчиков, которые ему носили. Да я уверен, что это была система. Это не один подрядчик. Человек за этим туда шел. Поэтому все, я думаю, сейчас скроется. Но источники в фонде капремонта уверяют, никогда бы не подумали, что начальник способен на такое. При этом учреждение продолжает работать в штатном режиме, говорит его временный руководитель. В данном случае мы говорим о том, что мы выполняем мероприятия программы капитального ремонта. Есть заданные параметры, которые нужно исполнить. Весь коллектив направлен на то, чтобы достичь показателя в 100% выполнения плана капитального ремонта в текущем году. В этом году на капитальный ремонт фонд планирует потратить почти 6 миллиардов рублей. А всего на его счетах скопилось около 9 миллиардов, которые фонд на ремонт и тратить не успевает. Нынешний коррупционный скандал возрождает споры. А нужен ли он вообще, если его расхищают подрядчики с руководством? Такие преступления совершаются, как мы знаем, и в образовании, и в правоохранительных органах, и в здравоохранении, где только не бывает таких преступлений. Дело все-таки не в фонде, а дело в человеческой природе и в доступности, что называется, средств общественного потребления. Отмечу до назначения на должность руководителя фонда капремонта Михаил Попелышев служил в федеральной системе исполнения наказания, а затем работал полномочным представителем губернатора края Александра Уса. И Попелышев – очередной приближенный к нему человек, который оказался в тюрьме. Также за решеткой соратник Уса-строитель Владимир Егоров. Кто следующий, или все это не более чем совпадение, скоро узнаем. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Новости ТВК. В Каннске осудили трех участников организованной преступной группы, которая занималась незаконными рубками леса. Подсудимые за деньги сожгли автомобиль судебного пристава и дважды избили лесничего. Пристав пострадал из-за того, что пытался взыскать налоговую задолженность лидера преступной группы, а лесничий мешал ОПГ-энди законно вырубать лес. Суд назначил фигурантам различные наказания от принудительных работ до девяти лет колонии строгого режима. Дело лидера ОПГ Игоря Зеленкова сейчас рассматривается Каннским судом отдельно. СМИ утверждают, что главарь банды черных лесорубов муж племянницы экс-губернатора Красноярского края Александра Уса. Вооруженные силы Украины предприняли масштабную попытку прорыва в Запорожье. Об этом заявил член Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинская сторона бросила в атаку большие силы, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Ранее Министерство обороны России заявило, что Украина в воскресенье 4 июня начала крупномасштабное наступление на пяти участках на южно-донецком направлении. По данным Минобороны, ВСУ ввели в бой две механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника, говорится в сообщении ведомства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня в ходе общения с журналистами не стал комментировать сообщения о начале наступления ВСУ. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацию об этом, передает агентство Reuters. Календарное лето только наступило, но синоптики уже прогнозируют повышение температуры до плюс 33-35 градусов. Как спасаться от жары и обещают ли осадки на предстоящей неделе, расскажет Александра Козлова. В Красноярск пришли настоящее лето, солнце, жара. На второй неделе июня синоптики прогнозируют повышение температуры до 33 градусов и почти ежедневные осадки. Сегодня, 5 июня, воздух прогрелся до 31 градуса, было облачно и без осадков. В ночь на вторник температура понизится до 18 градусов. 6 июня днем столбики термометров покажут 32 градуса тепла, солнце спрячется за облаками, вероятно, пройдет небольшой дождь. В среду ожидается плюс 33 градуса, снова пройдет дождь, ветра не ожидается, а четверг станет самым жарким днем недели. Температура повысится до 35 градусов, будет облачно с прояснениями и дождливо. В пятницу, 9 июня, воздух прогреется до 30 градусов, ветер до 4 метров в секунду, вероятные осадки. К выходным температура понизится до 24-29 градусов, в субботу будет облачная дождь, а в воскресенье снова выглянет солнце. К слову, в Среднесибирскому ГМС красноярцев предупреждают, первый месяц лета будет аномально жарким. Весь июнь плюс 30 градусов, а средняя температура выше климатической нормы на 1-2 градуса. Чтобы такая температура не навредила здоровью и вы не перегрелись, Роспотребнадзор советует придерживаться простых рекомендаций. Ограничить нахождение на открытом солнце, пить больше жидкости, надевать легкую одежду, есть низкокалорийную пищу и регулярно проветривать помещение. Александра Козлова, Артем Мячин, новости ТВК. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарии или еще раз посмотреть любой сюжет этого выпуска, сканируйте QR-код, который сейчас видите на вашем экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, ТВК – это не только ТВ. В Красноярске обрастили с депутатом Виктором Зубаревым. Церемония прощания с политиком прошла в минувшую субботу на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Там же организовали траурный митинг с участием первых лиц края. Мы часто встречались с Петербургом, работать и дружить с ним больше 20 лет. Мы работали в крае, мы работали вместе в Москве, и у нас были большие планы работать дальше. Мы это обсуждали. Три недели назад мы вместе играли на спортивной площадке в баскетбол больше часа, и он не отставал от молодых от 30-летних пациентов. Я знаю Виктора поменьше на три десятка лет. Мы были не просто знакомы, мы были рядом, а во многих делах мы просто были вместе. Можно сказать, что как личность, которая стала значимой в Красноярске, он родом из тех самых лихих 90-х. Он прошел немало рискованных, противоречивых, сложных ситуаций и выжил. Выжил в полном смысле этого слова. Напомню, Виктор Зубарев скоропостижно скончался 31 мая на 63-м году жизни. Он был депутатом Государственной думы от Красноярского края. До этого также занимал кресло депутата в Красноярском городском совете, а также в законодательном собрании края. Проститься с политиком пришли коллеги, представители краевой и городской власти, депутаты, бизнесмены. Когда люди уходят так внезапно, до последнего не веришь, что это случилось. Но я хочу отметить, что Виктор Владиславович, он был такой хороший товарищ, друг. Потому что он в последнее время был таким уравновешенным, умиротворенным, спокойным. Знаете, я не помню, чтобы он повысил голос. Потому что вот вера, она влияет на человека. Оптимист. По жизни оптимист. Какие бы проблемы у него не случались, вот всем нам в душе, наверное, всегда мужчинам 25, а Виктору Владиславовичу было 18. Он с легкостью преодолевал все невзгоды, которые на него зачастую обрушивались, и шел уберенной походкой вперед. Виктора Зубарева похоронили на аллее славы кладбища Бодалык. Восьмилетняя красноярка утонула в Енисее. Все произошло 4 июня в Ладийской протоке в районе улицы 2 Краснофлотская, 35А. Там ребенок находился без родителей вместе с братом и сестрой. В какой-то момент девочка бросила кубик Рубика в реку и пошла доставать игрушку. Тогда же она начала тонуть. Ребята, которые были с ней, рассказали о случившемся мужчинам на моторной лодке. Очевидцы вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь. Однако медикам спасти девочку не удалось. Следователи уже назначили судмедэкспертизу. Прокуратура, в свою очередь, оценит вклад органов местного самоуправления в обеспечение безопасности на водных объектах. Известно, что семья погибшей на профилактических учетах не состоит. Еще один несчастный случай произошел в Каннском районе. Там перевернулась лодка с рыбаками. Один мужчина утонул. Все случилось на реке Канн в районе поселка Красный Курыш. Сообщение о происшествии поступило в полицию от очевидца 4 июня около 6 часов вечера. На место сразу выехала следственная оперативная группа и спасатели. По предварительной информации, 47-летний мужчина вместе с тремя односельчанами рыбачил на самодельной лодке. В какой-то момент, когда мужчины переправлялись с одного берега на другой, судно перевернулось. Троим рыбакам удалось выбраться из водоема. Тело 47-летнего мужчины пока не нашли. Поиски продолжаются. В Красноярске стартовал проект «Яркие берега». Это альтернатива полюбившемуся многим проекту в центре мира. И некоторые урбанисты говорят о том, что новый формат по-прежнему пока проигрывает. Местом встречи на выходных стала Центральная набережная. Минувшую субботу наша съемочная группа тоже провела именно там. Каким получился городской праздник, расскажет Светлана Чернушевич. Лето в Сибири настолько короткое, что хочется по максимуму наполнить его яркими эмоциями, настроением больше времени проводить на улице. И у красноярцев с этого года появилась еще одна локация для того, чтобы все это осуществить. Ведь в этом году каждые летние выходные набережные Енисея в Красноярске будут превращаться в яркие берега. На первых летних выходных в честь Дня защиты детей Центральную набережную отдали маленьким красноярцам. Это пиратская вечеринка. У нас есть замечательный корабль, на котором можно фотографироваться с попугаем. У нас есть классные игры, забавы. Все весело, задорно, как на настоящем пиратском корабле. Всего для детей организовали более 30 локаций на тематических островах. Вот, например, остров спорта. Это вот наши гимнастки, мы тренеры. А это вот детки, которые подходят и очень интересуются нашей гимнастикой. Ну и как получается? Видите, как красиво получается? Ну-ка, показывай. Вот как получается у профессиональной гимнастки. А вот и начинаешь. Попробовать себя можно было в хоккее, тяжелой атлетике, керлинге или необычной разновидности того же футбола. Игра называется «Пана футбол». Игра один на один с футбольным мячом, где пропустить мяч сопернику между ног ценится выше, чем забить гол. Большое внимание на набережные уделили и творчеству. Корабль, мы его раскрашиваем. А что за корабль? Куда поплывете? Вской корабль. Поплывем на необитаемый остров. Да. Почему на необитаемый? Хотим обисследовать его. В минувшую субботу центральная набережная в целом превратилась в площадку для исследований и экспериментов. Это мадагаскарский шипящий таракан. Никакой угрозы не предоставляет. На самом деле он просто шипит, когда ему страшно или когда он волнуется. Сейчас волнуется? Нет. Она спокойненько просто сейчас переползает, общается, усиками изучает пространство. Поэтому она спокойна. Можете попробовать. Ну что, давайте мне его сюда. Ой, ну спокойненький достаточно. Маленькими своими лапками перебирает. Не побежит он на меня? А-а-а. Ловите, я слышу. А-а, ловите. Так, мы с тобой подружились, мы с тобой дружим, все. А-а-а. Ну и совсем практически не страшно. Мероприятие замечательное, правда. Интересное. Очень много локаций, где ребенок может поучаствовать, даже такой маленький. И не только ребенок, он, я сама в классике попрыгала. Ну, очень здорово. Все красочно, ярко, но нам нравится. Ну, правда, такая альтернатива пешеходному миру. Мне кажется, здесь лучше, потому что там как-то, ну, больше для взрослых. Там прогулочная вот эта зона. А здесь, посмотрите, сколько народу, и все красиво, все сделано. На миру места меньше. Яркие берега действительно стали альтернативой пешеходному формату в центре мира. К сожалению, на набережной мы не увидели части полюбившихся горожанам локаций. Например, огромный зеленый газон. Помните, был такой на улице Кирова. Сами локации теперь более удалены от жилых домов, нет неудобств для автолюбителей. Вместе с тем исчезла и особая атмосфера пешеходного проспекта. Прогуляться на набережной и так можно было в любое время. Эта оценка субъективная. Возможностей составить личное впечатление этим летом у красноярцев будет достаточно. Пожалуй, главное отличие проекта «Яркие берега» – это его география. Мероприятия проекта каждые выходные будут проходить на разных набережных. Всего таких набережных четыре, и три из них находятся на правом берегу Красноярска. Все потому, что городские власти считают, что место для праздника есть далеко не только в центре. Сложно с этим не согласиться, но мы с вами обязательно увидимся на ярких берегах. Светлана Чернышевич, Сергей Кашин, Новости ТВК. Часть центра Красноярска перекроют изо дня города. Так, по данным мэрии, с 6 утра 8 июня до часу ночи 13 июня запретят остановку и стоянку на проспекте Мира от улицы 9 января до площади Мира. Также на улице Каратаново от улицы Карла Маркса до Ленина и на парковке возле музейного центра Площадь Мира. С 6 утра 9 июня до часу ночи 13 июня дополнительно перекроют проезд вдоль правого берега реки Кача от улицы Конституции СССР до набережной Енисея. А на съездах с улицы Карла Маркса на набережную Енисея в районе Вантового моста и парковку также запретят в районе музейного центра Площадь Мира. Там появится знак «Въезд запрещен». Напомню, празднование дня города в Красноярске пройдет в четыре дня. С 9 по 12 июня. В Солнечном появится четырехэтажная школа на 1100 учеников. Работы на объекте уже идут. Сейчас в здании почти готова коробка четырехэтажного блока, а также первые и вторые этажи остальных блоков. После строительства в школе будут залы для занятий спортом и хореографии, медицинский блок, актовый зал и пищеблок на 550 мест, а также библиотека. Также на территории рядом со зданием появится спортивная площадка с резиновым покрытием для игр в волейбол, баскетбол и хоккей, а также футбольное поле. Сегодня на объекте побывали в Рио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и мэр Красноярска Владислав Логинов. Во время проверки хода работ Михаил Котюков обратил внимание на необходимость обустройства дополнительных входов в школу, чтобы дети, родители и учителя не обходили все здание. Важно не просто построить школу, а важно, чтобы школа стала частью этого микрорайона, чтобы было удобно привозить детей, кто будет это делать. Поэтому мы сегодня обсудили вопрос устройства дополнительных входов. Сейчас пока по проекту один в нижней части, и людям нужно будет ходить вокруг школы. Это, конечно, совсем не здорово. Поэтому совместно администрация города вместе с подрядными организациями будут искать технические решения. Новая школа позволит разгрузить другие учебные заведения микрорайонам. Сдать этот объект должны в сентябре 2024 года. В Красноярске все лето будет работать мобильный флюорограф, а лестницу на Таргашинском хребте все же решили не закрывать на ремонт. Об этом не только в рубрике «Новости коротко». В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства нового шинного кладбища. Об этом сообщает мэрия Красноярска. В ближайшее время проект контракта будет опубликован на госзакупках. Цена начинается от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Подрядчику предстоит оборудовать туалеты, установить мусорные баки и емкости под воду для нужд посетителей. На въезде необходимо дооборудовать входную группу. Проходить работы будут в секторах с 171 по 213. На остальной части кладбища сделают 25 площадок для сбора мусора с двумя баками на каждой. Для посетителей поставят 4 кирпичных туалета. Они будут с выгребными ямами. Мобильный флюорографический кабинет открыли на всю лето в Красноярске. Горожане, у которых нет прописки или медицинского полюса, смогут там бесплатные и беспредварительные записи пройти обследование. При себе надо иметь только документ, удостоверяющий личность. Мобильный флюорографический кабинет будет работать ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 утра до 3 часов дня около здания на Красной площади 17. Цель акции – привлечение внимания к проблеме с заболеваемостью туберкулезом и расширение охвата населения профилактическими осмотрами. В Красноярске лестницу на Таргашинском хребте не будут закрывать летом на ремонт. Такое решение приняли из-за теплой погоды. Работы перенесли на другой сезон, предварительно на осень. Сейчас красить никакие элементы не будут, чтобы никто не запачкался. Однако какие-то мелкие ремонтные работы все же будут проводить в вечернее время, когда туристы покинут площадку. Добавлю ранее, лестницу планировали закрыть с 5 по 25 июня. Там хотели провести сезонное обслуживание, обновить краску на металлических перилах, заменить деревянные поручни и светодиодную ленту на участках, где необходимо. Икону Троицы Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя. Минкультура сообщила, что транспортировка прошла успешно. Ее доставили из Третьяковской галереи и установили в капсулу в центре собора. Патриарх московский всеяруси Кирилл заявил, что в самом храме Христа Спасителя Троица пробудет год. После этого икону вернут на историческое место в Троице Сергееву Лавру. Напомню ранее, многие эксперты выразили мнение о том, что транспортировка может нанести вред полотну. Такое же опасение высказал и протеерей Леонид Калинин. Его позже и вовсе отстранили от служения. В Кремле же заявили, что Троица Рублева не только переместят в храм Христа Спасителя, но и отреставрируют. Грозит ли что-то человеку, если в его квартире прописан не плательщик по кредитам или микрозаймам? И каков порядок установки ульев на дачном участке? Адвокат Бюро Хорошев Партнера Светлана Артамунова прямо сейчас расскажет об этом в рубрике «Вопросы юристу». Грозит ли что-то человеку, если в квартире, которой владеет только он, прописан не плательщик по кредитам и микрозаймам? Итак, в случае, если не плательщик, а не является собственником квартиры, то сама квартира в безопасности, ее нельзя продать или арестовать. Однако, если ваша квартира является его официальным местом жительства, он там зарегистрирован, то к вам могут прийти судебные приставы-исполнители. Если в отношении него возбуждено исполнительное производство, то они могут арестовывать его имущество. Это возможно на основании статьи 80 Федерального закона об исполнительном производстве в случае суммы долга более 3000 рублей. И так, иногда судебные приставы-исполнители описывают бытовую технику, то, что они считают предметами роскоши. Чтобы ваше имущество было в безопасности, лучше иметь доказательства того, что имущество принадлежит именно вам, то есть отделить ваше имущество от имущества должника. То есть лучше, чтобы на технику, которая есть в доме, например, были чеки или иные какие-то доказательства того, что именно вы приобретали данное имущество. Также должник может быть снят с регистрационного учета по собственной инициативе или по вашему требованию. Каков порядок установки ульев на дачном участке? Порядок установки ульев на дачном участке регулируется приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации об утверждении ветеринарных правил содержания медоносных пчел. Этот приказ и 23 сентября 2021 года, и на него стоит ориентироваться, когда вы планируете установку ульев и разведения пчел. Так, в частности, там установлены требования по расположению ульев на дачном участке. Например, ульи должны быть расположены на расстоянии не менее 100 метров от воскоперерабатывающих предприятий, предприятий по производству кондитерской или химической продукции. Также на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков и не менее 3 метров от помещений, в которых содержатся какие-то иные животные, иных видов. На пасеке должны быть установлены поилки с соленой водой. И в случае, если на расстоянии 500 метров нет каких-то водоемов, то должны быть установлены также поилки с пресной водой. Данные правила содержат множество требований, в том числе к сбору меда, к содержанию больных и здоровых пчел. И с ними следует ознакомиться, если вы хотите содержать ульи в полном соответствии с законом. Это была Светлана Артамунова. Свои вопросы юристу вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00. И, конечно, в любых социальных сетях ТВК. Ну а далее рубрика Натальи Кичиной «Дорогие мои земляки». Сегодня героем стал солист Красноярского театра оперы балета и сибирского мужского хора при Успенском монастыре Севастьян Мартынюк. Севастьян Мартынюк и Андрей Домахин студенты Академии музыки театра репетируют на одной сцене вместе с Дмитрием Ховростовским. Получить профессиональное благословение от прославленного мэтра, когда тебе всего 19 лет, некоторым такое и не снилось. Каким же удивительным образом все-таки иногда сплетаются гены? Мальчик, получивший имя по первым буквам родительских имен Сергея Валентина, то есть Сева, родился в богучанах в совсем не музыкальной семье. Но с шести лет начал петь эстрадные песни в кружке, потом в рок-группе. И одна из педагогов сказала, у тебя прекрасный потенциал для оперного пения. Он закончил экстерно-музыкальную школу по классу гитара и поехал поступать в колледж при Академии музыки театра. Приемную комиссию тогда возглавляла Екатерина Иофель, которую 15-летний мальчик сразу рассмешил. Она спросила, что вы будете исполнять, сказала, что Сусанина. Она посмеялась, сказала, ну давайте. Вот, я исполнил. И она вышла ко мне в коридор, когда я отпел, сказала, знаю ли я ее учеников. Я говорю, я знаю только одного, Дмитрия Александровича. Она сказала, да ты что, у меня их по всему миру полно-полно. И там, и там, и там, и там. Вот, а я приезжал намеренно к Владимиру Викторовичу Ефимову. Потом, когда Севастьян Мартынюк, будучи студентом Академии, победил в конкурсе Славцова, его взяли сначала в стажерскую группу оперного, а потом быстро и в штат. Сейчас он исполняет партии в самых серьезных постановках, и это в 28-то лет. Говорит, и вам просто везет. Но везет, как вы знаете, тому, кто везет. В день наших съемок в общей сложности он профессионально пел, только вдумайтесь, 10 часов. На репетиции, на уроки, на вечернем выступлении. И уже несколько лет, почти каждый день, утром, а иногда и вечером, он поет в Успенском монастыре. Из просто студенческой подработки постепенно пение в хоре превратилось в плавное, что-то очень серьезное и важное для жизни. Да, это вера. Когда мы разговаривали с нашим митрополитом Пантелеймоном, он сказал, что, Севастьян, ты должен понимать, что все, все, дар Божий, все через Бога. Меня немножечко так приструнил, сказал, чтобы я приезжал на службу, потому что это важно не только, важно и для меня. Конечно, сила бывает в молодежных компаниях, где его все непременно просят, а спой-ка что-нибудь. Раньше, говорит, грешил этим, пока не осознал, для качества жизни важна гигиена, причем во всем, не только в здоровье, но и в быту, личных отношениях, ну и в музыке тоже. Когда ты поешь в компании, ты не можешь там петь что-то академическое, ты, возможно, будешь петь Лепса, например, которого все любят попеть, и его творчество мне тоже очень симпатизирует. А там уже другое, немножко другая манера. Ты же будешь его непроизвольно копировать, а это уже немножко не в то русло. Севастьян Мартынюк, конечно, кокетничает, утверждая, что не знает, есть ли у него поклонницы. Конечно, есть куда же денутся. Есть даже те, кто ходят планомерно именно на его концерты. Но главные постоянные зрители – это любимая девушка и мама с бабушкой. Последние так вообще не пропускают ни одного выступления, и вполне себе смеется Севастьян. Уже могут получить статус оперный критик. Ну и да, даже не во фраке, а в джинсах, его теперь легко узнают на улицах. В одном другом центре на лифте я еду, и говорят, и у нас там человек пять стоит, и девушка, женщина говорит, я так понимаю, мы сейчас едем с тенором нашего города, я говорю, ну, с баритоном. Ой, ну, я просто не знаю, как вас градировать, я говорю, ну, в любом случае, приятно, спасибо. Баритон Мартынюк никогда не говорит, я работаю в оперном. Он подчеркивает, я служу театру. Но вокалист обязан оттачивать мастерство на протяжении всей своей жизни. Потому он всегда принимает участие во всяческих конкурсах. За рубежем сейчас, конечно, сложнее. Но Мартынюк уже, можно сказать, свой человек на разных площадках Москвы, в том числе в Большом театре. Из последнего он сорвал аплодисменты на сцене в Кремле. На достигнутом этот баритон останавливаться не собирается. Мне еще говорил мой педагог по гитаре, сел, ты торопишься жить, ты постоянно бежишь. Я могу сказать, что я до сих пор бегу. Любимая моя, за все благодарю и понимаю, что тебя, одну тебя всю жизнь. Люблю. Наталья Кичина, Александр Иблонский. Новости ТВК. Бывшему омскому священнику грозит до 10 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия, которые всегда затруднены, когда дело касается растления несовершеннолетних. Напомню, что 13 марта новости ТВК уже рассказывали об этой истории. В начале марта был задержан 35-летний Николай, настоятель омского храма неркотворного образа спасителя. Его жертвой стал 12-летний мальчик, служивший при церкви Пономарем. Родители часто разрешали ребенку ночевать у батюшки, потому что утром так было проще добираться на службу. Мальчик сначала боялся говорить о произошедшем, но в итоге рассказал все матери. Пока идет следствие, омский священник Николай отстранен от должности настоятеля омского храма неркотворного образа спасителя. Отдельно уточним, эта история не имеет никакого отношения к красноярскому храму Иоанна Претечи. На сегодня это все новости. Я напомню, вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Наше информационное вещание продолжается уже через несколько минут. Вместе с телезрителями мы обсудим проблемы капитального ремонта. Звонки принимаем по номеру 200-0065. Успевайте дозвониться. Редактор субтитров А.Семкин